Здравствуйте, зритель! Обзор номера и как я добирался. И что со мной приключилось, я скажу потом. А сейчас я решила не только на телефон поснимать, раз уж я без ноутбука. Ну и на камеру, раз уж я с камерой. Сейчас все без понятия, что тут за деревья. И если на эти листья нажимаешь ногой, то они хрустят. Но это дерево красиво растет, сноситет. И внезапно я тут первая проходится. Открытие сезона сегодня у них туристического в этом ГЭЧе. И я первый человек. Не знаю, радоваться или грустить. Вообще, я ожидала, что тут человек 50 хотя бы уже будет. И в первый день очень много будет заселяться. Но как-то вот. Очень надеюсь, что все же тут будут люди. Потому что я хотела, может быть, с кем-то куда-то бы сесть на хвост и пройтись. А не только с экскурсией шестого и седьмого. Из-за них можно, для них вообще только мари. Я поняла, потому что у меня несколько человек, несколько животных покусала слегка. Прям почти сакуры. Не знаю, пахнут они или нет. Сейчас понюхаешь и примешь ислам сразу. Не пахнут. Вообще, там увидела такие ягоды на выходе. Они напоминают нашу жимолось. У людей спросу, что это на самом деле. Пока придусь. Сейчас будете вместе со мной первопроходцем сюда. Я потом еще постараюсь заснять правила. И уже не пансионатом. Растения трогать нельзя на этом самом. Кстати, какие-то штуки. Наросты на березе. Интересные. Один хороший мой знакомый, может сказать друг. Делает одну вещь для многих людей. Совершенно волонтерски. И эта вещь как бы и нужна. Но люди как-то очень вяло, я так понимаю, реагируют. И человек уже не в первый раз. Да еще и устает на работу и свободно от работы время. Вместо того, чтобы чем-нибудь другим заняться. Посвящает это время этому хобби. Так вот, люди слегка пофигитически относятся к этому. Я так понимаю, что его очень обижают. И он в очередной раз зарекается. А, все, бросаю. Кстати, тут очень хорошие водители. Я к дороге только еще подползла. А они уже тормозят. Ой, там по ходу дела что-то типа горы. Я прям чувствую себя этим человеком. В каком-то плане. Потому что он мне скидывал фотки там. Не только мне. Еще скидывал. И там была что-то типа горы. Далекие, видимо, это гора. Тут, конечно, тоже мусор. Ну, некоторые страны, я так понимаю, считают это Россией. Хотя я считаю, что если одна страна отделилась от Советского Союза и завопила «хочу свободу», то почему она не может позволить своей соратнице, не знаю, сестре. Получить эту свободу точно так же. Так вот, люди, если кто-то для вас делает что-то в больших, неимоверных количествах по собственному желанию, там что-то такое страшное впереди. Вот я слепая, и мне кажется, это страшно. То цените то, что для вас кто-то это что-то делает. Не будьте такими неблагодарными, как некоторые. Ух ты, вот это здание я видела на фотках сайта, разных сайтов Трагича. Что это такое страшное вообще? Ах, приблизить. А то я уже как-то боюсь туда идти. Жуть какая. Невозможно, это какие-то коряги. Я надеюсь, я туда иду. Я пока выключу камеру, а то стрёмно.